привет всем сегодня у нас 11 марта 2021 года 10 лет прошло землетрясение 2011 года ровно 10 лет это землетрясение на мой взгляд является одним из величайших событий 21 века чтобы там дальше не было все равно будет мимо величайших она оставила очень серьезный след как в истории японии так и что интересно в культуре тоже и я практически уверена что сегодня очень много кто скажет очень много хороших слов по этому поводу я приехала через год после землетрясения я не переживание землетрясение цунами сама я не видела непосредственных событий я только слышала истории и я не буду рассказывать о том чего я не переживала и не видел своими глазами я абсолютно уверена что об этом найдется кому сказать я хочу поделиться только двумя историями которые у меня очень глубоко связано с этим и которые для меня определяют все это событие когда я приехала это было в апреле 2012 года я была очень усталой и когда я заселялась в общежитии который мне предстояло жить год я обратила внимание что на стенах какой-то странный узор и вроде даже какие-то цифры написано что то такое но в тот момент я была слишком устала и и я решила что непременно подойду на следующий день и разгляжу этот узор как следует он показался мне очень необычно и на следующий день когда я вышла из своей комнаты и пошла в коридор смотреть на узор оказалось что это никакой не узор это были трещины следующий год я жила вместе стены которого были покрыты трещины и и иногда мне казалось что все вокруг меня покрыто трещинами дома земля судьбы людей везде были такие маленькие может быть даже маленькие или большие но трещины которые сказывались на всей жизни они постоянно цепляли и мне было интересно будет ли когда-нибудь вот когда наступит тот момент когда все эти трещины куда-нибудь денутся куда-нибудь исчезнут и знаете 10 лет прошло я до сих пор вижу они до сих есть когда-нибудь да когда-нибудь они исчезнут наверное для этого должно смениться поколение это она где-то будет где-то она засядет спустя примерно месяца два после того как я приехала я стал участвовать волонтерских во всяких волонтерских проектах одним из них было кафе до монг мы вместе с несколькими священниками ездили по временным жилищам куда переселили людей которые которые теряли дома общались там я в основном просто разливала чай кофе и подавала пирожные но иногда я тоже как-то вступала разговор с людьми и у меня в памяти очень как-то отложились две бабушки вот запомнились они мне они были очень разные одна была такая бойкая деревенская бабушка у которой да у нее смыло дом у нее и до этого такое было у нее погибли соседи кто-то из родственников но как-то она очень легко через это перешла и вот к очень активная и не было подругом они познакомились именно там в те времена жилище подруга тоже была бабушка но она была такая интеллигентная очень тихая и они с мужем построили дом на побережье потому что им казалось что там будет очень красиво жить в старости муж не дожил цунами он умер до этого она осталась жить в этом доме одна и ей нравилось ей нравилось жить в одиночестве она так очень большой гордостью мне показывал какой у него был дом какие у него были интерьеры у нее все это было на фотографиях она показывала даже специально принесла и в этом по всей видимости на ней это очень сильно сказалось потеря этого дома тем не менее когда она приехала это временное жилище не как-то сразу появилась эта подруга бойкая такая активная которая взяла над ней шерство и очень сильно поддерживала и можно было видеть что у них особые отношения они действительно очень это такая настоящая крепкая женская дружба и вот в какой-то момент это активно бабушка отошла куда-то в сторонку и мы остались наедине со второй тихо интеллигентно и она опять стала рассказывать мне как она все потеряла как она потеряла место где она жила как вот у нее вся ее жизнь теперь такая маленькая комнатка и вот она это все рассказывал рассказывал и тут вдруг как-то она посмотрела в сторону вот где ее стояла его подруга с еще несколькими тоже людьми которые там же жили и она посмотрела и вдруг неожиданно задумчиво так сказала мне но ведь когда человек теряет все это значит что он может начать все самого начала и я подумала что да люди которые здесь собираются они же действительно все потеряли и что-то здесь начинается что-то какое-то новое что-то чего еще не было наверное с этого момента я стала воспринимать все происходящее вам вокруг меня несколько иначе именно тогда я стала видеть я стала видеть как мы двигаемся вперед я перестала думать о том что конкретно было я перестала думать об этих трещинах и стала думать о том как они зарастают и пожалуй это все что я сегодня могу сказать спасибо всем пока 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 пока